Зима в этом году была щедра на осадке, однако обошлось без серьезных температурных колебаний. Снег выпадал рыхлый и не сильно обводненный, рассказал Владимир Болтов. За февральскую оттепель уровень снега упал почти на 50%, но еще не стаял, а слежался и уплотнился. Сейчас все показатели в пределах нормы и серьезных паводков пока не ждут. Серьезные проблемы могут возникнуть только в том случае, если будет резкое потепление. Резкое потепление касаемо температур более 10 градусов днем и плюсовых температур ночью. Сейчас вы видите, что плюс на солнышке до десятка уже градусов, но это не дает повода к тому, что возможно резкий сход таяния снега и сход этого снега в реке, что может привести к паводкам. Паводки сегодня серьезно сдерживает минусовая температура по ночам. В прошлом году весной затопило 270 участков СНТ имени Гагарина. В этом году уровень русла реки Сатис решили понизить для безаварийного паводка. В связи с проводимыми мероприятиями гражданам настоятельно рекомендуют не выходить на лед, а также провести профилактическую работу с детьми. Также сейчас прикладывают все усилия, чтобы избежать подтопления в районе медколледжа. Идет затопление верховыми водами участков, дорог и зданий, связанных с таянием снега на территории аэродрома. Площадь большая, но департамент городского хозяйства проводит соответствующие работы. Департамент ДЭП тоже сейчас осуществляет мероприятие по расчистке ливневных канализаций. До 30 числа должно быть все расчищено. В преддверии паводка проводят ряд мероприятий. Расчищают русла рек, убирают поваленные деревья, проверяют гидротехническое сооружение. Уже идут работы по обколке льда понтонного моста в районе бывшего профтехучилища. В ближайшее время начнут вести круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. У нас сейчас, как на центральной плотине, установлены видеонаблюдения, имеются отметки. И мы по видеонаблюдению наблюдаем за уровнем как в нижнем, так и в верхнем бьефе. Далее имеются датчики электронные, которые по информации поступают на умный Саров. Также в этом году гидрологический пост для мониторинга уровня воды установили в верхнем русле реки Сатис.